Поскольку это все посвящено Оксаниному дню рождения, дорогая моя, это наш такой вот, ну, такой немножко неуклюжий подарок, ну, как смогли. Мы готовились месяц-два, разучивали песню. Но раз ты сказал, что надо почитать стихи, я почитаю. Вот кухня, вот посуда, вот еда. Чего еще? Ну, вот кровать для спячки. Из крана каждый день течет вода. В шкафу еще с голодных лет заначки. Ночное небо, полная луна, и если это август, звезды, много. И что еще там видно из окна? Ну, где-то вдалеке гудит дорога, балкон открыт, и летний жук жужжит, и ветер шевелит страницы книжки. Довольствоваться малым, просто жить, как в нашем детстве жили все мальчишки. Пусть так и будет. Беды далеко, все живы и здоровы, слава Богу. И пишется, и дышится легко, и время не торопится к итогу. Вот из самых свежих. Теряю форму, играю все хуже. Мой голос уже никому не нужен. Зритель, не прячась, идет из зала. Жена улыбнулась и тоже встала. В спины кричу им стихи и прозу. То, как молитву, то, как угрозу. Им наплевать. Молча уходят. На самолете, на пароходе, автомобилем, поездом, пехом мчат от меня. С тяжелым вздохом глаза закатив, головой качая, за чашкой кофе, за кружкой чая. Твердят. Кошмар. И списался. Слабо. Ему бы вина, хорошую бабу. Ему бы в отпуск совсем, с концами. А так хоть колпак цепляясь бубенцами. Я стою на холодной сцене. Кому я нужен? И чем я ценен? Но даже у самых слабых и сирых где-то есть зритель. Умный, красивый, верный и добрый. Он все прощает. Рифму неудачных не замечает. Голосом тихим, обняв привычно, он говорит перед сном обычно, в просьбу вложив всю любовь и ласку. Пап, прочитай, пожалуйста, сказку. Идем дальше.